Всем привет, ребят! Ну вот и настал тот момент, когда я решил добраться до магазина нового хэллоуинского ивента. Сегодня мы с вами купим все автомобили из ивента, поставим на некоторые из них стейч 5 и, конечно, узнаем, сколько же у них стоимость по ПТС кегоска. Ну и в заключении, куда же выгоднее всего потратить хэллоуинские тыквы, поэтому я надеюсь, что все из вас их копили, а не тратили куда зря. Играю я, как всегда, на своем любимом 20 сервере, поэтому залетайте ко мне и сразу же вводите промокод ELMIKE, за который вы получите 30 тысяч випку на неделю, скина, также еще и гели. И всегда помните, что этот промокод работает абсолютно на всех серверах Гранд Мобайла. Ну что ж, хэллоуин начался. Первым делом мне, конечно же, нужно закупиться тыквами. За одну тысячу Гранд Коинов мы получим 10 тысяч тыков. Закупаюсь, закупаюсь по 10к доната, уже по балансу тыковок у нас 500к, захожу в магазин и, воу, как же я приятно удивлен. Почему, спросите вы? Да потому что я вижу цены в тыквах и они реально маленькие, то есть это все реально купить, доступно купить. Вспомните прошлые ивенты, даже вот школьный ивент, просто невозможно было на что-либо накопить. Я сам тогда даже думал, что это баг, потому что невероятно было сложно фармить колокольчики, невозможно было какой-то топовый приз купить из магазина. Но, к огромному сожалению, это все-таки оказался не баг, а реальность. И вот, пожалуйста, это один из самых лучших ивентов на Гранд Мобайле, посмотрите еще раз на эти цены. Эти тыквы реально фармить легко, я вам показываю это в своем пути бомжа, в каких-то отдельных роликах, там за квесты даже можно много залутать, а также всякие вот эти дополнительные задания. Вот, пожалуйста, собиратель конфет, тыквобойна, слияние, за нахождение в игре, короче, вариантов массы. Также у нас здесь очень много новых красивых скинов добавили, также еще и аксессуаров, кому в общем понравится, обязательно покупайте, это будет эксклюзивчик в любом случае. Ну а сегодня нас интересует самая большая выгода, что нам нужно купить, чтобы залутать максимальное количество денег, да, чтобы не остаться в дурака. Самый дешевый здесь транспорт, это вот этот вот рикшав, он 50 тысяч тыкв стоит, очень угарный аппарат, это даже не автомобиль какой-то, то ли мотороллер какой-то непонятный, в общем такая вот крыша и каретная стяжечка. 50 тысяч тыков, покупаем. Далее по цене у нас идет за 55 тысяч тыкв, это Лурчер Хэллоуину, такая вот гробовозка, выглядит реально устрашающе и классно, покупаем тоже. Дальше у нас по цене Дэдкар, это же за 60 тысяч тыкв, вот так вот тоже он угарно выглядит, какие крошечные у него колесики. За 70к у нас Додж Б-серия с 1953 года, Хэллоуин, жесть, тачка типа чисто от этого Маничелы, покупаем. Затем у нас по цене идет за 80 тысяч тыкв, это БФ Инжектион Хэллоуин, вот такая вот тачка тоже крутая, покупаем. ВАЗ-2103, Хэллоуин троечка, я вообще в шоке, то что она стоит 85 тысяч, я думал она будет самая дешевая в ивенте, 85, покупаем. Ну и самый-самый дорогой, самый топовый здесь предмет автомобиля, это у нас Б-Тайп Хэллоуин за 100 тысяч, чисто такая легенда, вершина, забираем. И слушайте, я даже не подозревал то, что на весь транспорт ровно уйдет 500 тысяч тыкв. Я вообще на бум потратил 50 тысяч доната, подумал то, что этого хватит, но не хватит, да куплю еще, а оказалось тык-притык, я ровно потратил сейчас 500 тысяч тыкв на весь этот транспорт. Кстати, недавно наш семейный дом слетел, я его же успел купить на аукционе и обновил здесь интерьер, посмотрите какой у нас теперь в семейном доме ремонтик, такой хай-тек, очень и очень красиво. Я все жду, когда можно будет покупать интерьеры для гаражей, хочется уже вот этот интерьер поменять на какой-то более крутой. Ну и начинаем мы с самого дешевого и смешного транспорта, это вот этот вот, буду называть его мотороллер. Посмотрите, я чисто сижу здесь как на каком-то квадроцикле, что с моими руками, это что за ширина? Воу-воу-воу, он не такой-то и плохой, какой же у него разгончик, я в шоке, я думал он какой-то медленный кусок дерьма будет. Но нет, на нем очень даже прикольно ездить и казалось бы, он вроде как хочет перевернуться, но да-да-да-да-да, около 100 уже, точнее выше 100, если мы делаем какие-то резкие уже повороты, то его уже очень легко перевернуть. Но до сотки он очень даже устойчивый. Я так понимаю, это вообще моделька какого-то квадроцикла и сделали, то есть вот эту модельку уже на квадроцикла, потому что вот так вот мы как бы в GTA San Andreas сидим за квадроциклом, вот так вот руки в растопырку. Слушайте, серьезно к этой тачке я относиться в любом случае не буду, поэтому блин, она мне уже нравится своим внешним видом и я хочу сюда поставить стейч пятый, но сначала давайте посмотрим, что она может в стоке. Разгоняемся и максимальная скорость в стоке 139 км в час, но реально мое почтение, он эту максималку хоть и небольшую, но набирает очень быстро и достойно, что доставляет огромный комфорт при управлении данным аппаратом. Устанавливаю сюда полностью все детали пятого уровня, подвеску трогать не будем, чтобы максимальную скорость залутать. Отлично, все у нас установлено, я надеюсь мы еще же и нитро сможем же сюда поставить третьего уровня, отлично. Остальное трогать ничего не буду, пусть будет полностью сток. Вон у кого-то тоже такая тачка есть в зеленом цвете. Ну и хочется сказать то, что никакой сюда стейч что ли не поставился, ну типа он здесь реально не работает. Она так же разгоняется, так же едет, у нее такая же максималка, это че за скам блин, Град Мобайл, вы че блин заскамили меня? Я очень-очень много сейчас потратил на эту тачку денег. Детали на пятый уровень не валяются где-то на улице. И как ребятки хорошо то, что у вас есть я, Эл Майк, мало ли кто тоже захотел бы поставить сюда например стейч пятый, но теперь вы это увидели и делать этого не будете. Потому что вы просто потеряете деньги. Ну понятное дело скорее всего это баг, но либо вообще не было предусмотрено то, что сюда кто-то это будет ставить. Но в любом случае этого не делайте. Открываем ПТСку и фиксируем государственную стоимость данного автомобиля или же мотороллера 1 миллион рублей. Далее у нас идет Лурчер Хэллоуин, грабовозка. У нее сзади что-то типа какого-то фаркопа, сюда что-то наверное цепляется за нее, я так и не понял еще какие-то колеса. Огромнейшие просто трубы выхлопа. Ну внешка прям реально зачет, он длиной метров 10, еще и нагнетатель посмотрите стоит какой. Управление здесь конечно очень-очень плохое, мерзкое. Я аж испугался, посмотрите что сзади тут торчит-то. Оказывается в салоне у нас гроб, из гроба торчит вот такой вот зомбяк. Мне прямо жутко как-то в моменте стало, я реально этого только увидел сейчас. В любом случае лучше эту тачку не тонировать ребятки, ну такую вот красоту прятать зачем. Очень прям от этой тачки чувствуется вот эта атмосфера Хэллоуина Управление здесь, понятное дело, крутого никакого нету Почему? Потому что она очень и очень длинная Такой тачкой и в реальной жизни было бы очень тяжело управлять это вообще На какой-либо скорости здесь управление еще становится хуже и хуже Поэтому в любом случае сюда Stage 5 ставить не буду Но вот максимальную скорость в стоке мы с вами посмотрим 239 км в час Очень даже неплохо, учитывая то, что это как бы такая вот тачка Она не должна быть типа быстрой Могла ехать и вообще как бы 200 Давайте короче смотреть ПТС И по ПТС госцена уже в разы прям больше 2 миллиона 750 тысяч Слушайте, это очень даже как хорошо Потому что предыдущая стоила миллион А это уже практически в три раза больше Далее у нас Деаткар со смешными маленькими колесиками На капоте у него такой вот еще огромный пулемет Сзади такое типа как топливо или яд Короче тоже прям максимально атмосфера передается Ну зачем здесь такие ублюдские колеса, я этого не понимаю реально Еще и около этой бочки какие-то антенны Ну слушайте, в любом случае я нажал сейчас на газ и охренел Разгоняется она очень даже-то и шикарно И управление здесь очень классное После гробовозки, может быть так чувствуется, не знаю Ну реально очень хороший, управляется отлично И набирает прям до 150 очень и очень бодро Пока что эта тачка по управлению и по скорости лучше всех Но это пока что, мы с вами еще мало чего посмотрели Разгоняю этот зомби-кар по прямой Навряд ли он конечно же поедет 300 Потому что я говорю уже после 150 он прям знатно умирает А максималка здесь точно такая же как и на гробовозке 239 км в час Открываем ПТС-ку и по государственной стоимости Эта тачка 3 миллиона рублей Фиксируем цену и переходим к следующему автомобилю Это Dodge B серия с 1953 года Тачка это реально какого-то маньяка-убийцы Чисто в тему, тематическая такая Чисто сзади возить всякие там жертвы свои Разгон у нее кстати еще лучше, чем и у предыдущей тачки Управление тоже в порядке И слушайте, с большой уверенностью Даже еще не знав максималку стоки Я могу с уверенностью реально сказать То что я бы себе ее в коллекцию оставил бы Для себя эту тачку вообще за глаза Мне не важно сколько она сейчас будет стоить Но это однозначно, ребятки, да И еще раз да Очень приятное управление Очень приятный разгон Но небольшая максималка Да, понимаю После 200 начинает очень медленно набирать Да и максималка всего лишь 250 км в час Открываем ПТС И государственная цена всего лишь 3,5 миллиона рублей Я-то думал хотя бы минимум 4-4,5 будет Но, к сожалению, нет Далее у нас тачка это BF Injection Halloween Я, если честно, думал, что она будет намного больше Но она оказывается вот такая вот малютка Открытый вот такой вот сзади вид Огромные очень множество выхлопов Конечно же, само собой, тачка у нас уже очень хорошо управляется Также хорошо набирает свою скорость Единственное, мне очень интересно Ее максималка в стоке Но почему-то эта тачка тоже как будто, знаете, после 200 умирает Но благо она хотя бы едет больше 250, но не намного 261 максималка в стоке Ну и пока она в любом случае лучше и по максималке, и по управлению, и по разгону Лучше, чем предыдущий Даже, чем вот этот пикап А госстоимость у нас не так уж и больше, чем предыдущий А всего лишь на 200 тысяч побольше 3 миллиона 700 тысяч Дальше у нас отечественный автопром ВАЗ-2103 Хэллоуин С таким вот пулеметом на крыше Сзади чисто можно вот так вот запрыгнуть И с пулемета шмалять по зомбикам Зеркал заднего вида у нас никаких нету Разгоняется она Более-менее, наверное, как карета Может быть, что-таки побыстрее, как трехколесная По виду она так выглядит, знаете, как будто Красный кирпич просто по карте катается Управление здесь более-менее ок Я бы даже, наверное, осмелился сказать То, что оно хорошее Разгон здесь тоже в порядке Но не так, как в БФ Инжекте Он у нас вот предыдущая была Чуть похуже Может быть, может быть Не знаю вообще из этого ивента Какая-нибудь тачка 300 километров в стоке возьмет или нет Я хочу еще куда-нибудь поставить стейч пятый Но катаясь сейчас на всех этих тачках Я понимаю, что этого делать не стоит Стейч пятый смысла ставить нету Потому что я никакого вау-эффекта не получу Максималка здесь в стоке вообще 232 километра в час Как бы для себя эта тачка прям вот сразу нет А по ПТС госцена у нас ровно 4 миллиона Я не понимаю, где большие-большие ценники Где тачки по 10, по 20 талямов Ё-моё, теперь-то понятно, почему в школьном ивенте все так дорого стоило Потому что там были такие автомобили, реально дорогие автомобили Ну а да ладно, пусть лучше уж будет так Это будет более доступно, больше будут людей фармить и так далее Чем что-то более дорогое, но уже менее кому доступное Остается у нас, в общем, последняя тачка Это Б-Тайп Хэллоуин Самая дорогая, ребятки, за 100 тысяч тыкв Выглядит она солиднее всех Никакого-то вайба именно Хэллоуина от нее я не чувствую Вот такой огненный красивый винил Это такая типа старая ретро-тачка И по идее она должна быть самой-самой быстрой Ну разгончик у нее вроде как хороший, присутствует Управление не такое острое, шикарное, но нормальное Ну и да, тут любой уже поймет, что она набирает свою максималку намного-намного быстрее Как будто после 150 еще быстрее начинает набирать И я вот думаю, что возможно она 300 в стоке и возьмет А почему как бы и нет, да? Задняя часть этого ретро-автомобиля только меня немножко отталкивает Слишком такие длинные шасси, да? Ну как бы колеса некрасиво так смотрят спереди Все как бы ок Но давайте эту колымагу разгонять Вот смотрите, она как будто до 130 еле-еле А потом как-то ее просирает И она начинает еще быстрее ехать Либо вот такое ощущение складывается Ну давай, удиви меня, возьми хотя бы 280, прошу! Но нет, максимальная скорость 261 км в час Ого, сколько тут уже народу собрались на мои тачки хэллоуинские поглазеть Ну а да ладно, перед тем как посмотреть ПТС-ку Давайте все-таки поставлю сюда стейдж пятый Все-таки это топовая тачка, как-никак в этом ивенте Подвеску мы с вами трогать, конечно же, также не будем Нитро поставил я успешно С места она у нас уже чуть ли не 200 летит Это оно и понятно Управление у нас стало вообще отвратительное Прям ужас-ужас-ужас Особенно если я прям разгоняюсь хорошо Максимальная скорость Че-то я загляделся на спидометр Разгоняюсь нитро по прямой Нитро у нас идет из-под капота Потому что там у нас находится выхлоп Максимальная скорость со стейдж пятым 368 км в час Но не думаю, что ее прям кто-то, кто-то бы себе хотел бы оставлять Потому что от этой тачки никакого прям вау, я думаю, что нету Мне не важно, сколько она стоит В любом случае, мне понравился очень пикап из всех этих тачек Еще и гробовозка понравилась А по госстоимости, по ПТС, данная тачка самая дорогая Конечно же, потому что стоит 100 тысяч тыкв А и госсцена здесь 5 миллионов рублей Ну а теперь погнали все это дело считать Первое, самое дешевое, это вот этот трехколесный рикшав за 50 тысяч тыкв У него у нас ПТСК 1 миллион Мы разделяем это на сумму 50 тысяч тыкв И получается у нас по выгоде то, что мы обмениваем все эти тыквы за одну штуку как 20 рублей Далее у нас гробовозка Она стоит всего лишь на 5 тысяч дороже, как бы копейки И она уже стоит практически в 3 раза дороже Поэтому в любом случае рикшав мы не покупаем Никогда лучше копим до 55 Ведь так мы с вами уже обмениваем тыквы за штуку 50 рублей Это уже выгоднее в 2,5 раза Дэоткар нам вообще невыгодно покупать Потому что он стоит на 5 тысяч еще дороже 60 тысяч тыкв А по выгоде он нам также и выходит за одну тыкву 50 рублей Как в принципе и вот этот гробовозка Лурчер Хэллоуин А стоит-то гробовозка, извините меня, на 5 тысяч тыкв дешевле Поэтому пока что лидирует вот эта гробовозка Идем дальше Вот этот пикап, который мне очень понравился Додж Он также, ребятки, по ПТСке он у нас 3,5 миллиона По стоимости он 70 тысяч тыкв А выгода у нас точно такая же и остается Всего лишь 50 рублей за одну тыкву мы с вами получаем Нет никакого смысла по выгоде переплачивать 15 тысяч тыкв Потому что мы получим то же самое по выгоде Понятно, да? За БФ Инжектион мы с вами получаем еще и того меньше, чем за Лурчер По ПТСке у него стоимость 3 миллиона 700 В тыквах он стоит 80 тысяч И тут у нас уже обмен невыгодный За одну тыкву мы получаем с вами 46 рублей 25 копеек То есть еще меньше, чем 50 За ВАЗ 2103 Хэллоуин Он по ПТСке у нас, как помните, 4 миллиона По тыквам 85 тысяч стоит И по выгоде за одну тыкву мы с вами получим выгода им 47 рублей за штуку Это тоже максимально невыгодно Остается у нас последняя самая топовая тачка из этого ивента Из этого магазина Б-Тайп за 100 тысяч тыкв По госстоимости по ПТСке у него цена 5 миллионов рублей И выгода у нас остается точно такой же, ребятки Как угадайте, у кого? У Гробовозки целых 50 рублей за одну штучку тыквы Мы с вами получаем выгоды И что у нас получается в итоге? Самая выгодная покупка, самый выгодный обмен наших тыкв в игровую валюту Это, конечно же, Гробовозка Лурчер Хэллоуин за 55 тысяч тыкв Это самое и самое топовое Альтернатив ему просто нет Идет следующий и дальше, а не тачки дороже по тыквам Но получаем мы с вами то же самое Если хотите фармить, фармите Обязательно покупайте Гробовозку и сливайте Я надеюсь, я очень вам помог Сэкономил вам время и сохранил ваши нервы, время и денежки, конечно же Ну а с вами, как всегда, был я, Элмайк Увидимся в следующем ролике